На эмблеме четвёртой школы парусный икон плывёт сквозь шторм к заливу мечты. Всё, как в школьной жизни. На бумажных корабликах, которые одиннадцатиклассники отправляют в дальнее плавание, пожелания друг другу и родной гавани. Очень тяжело расставаться с этой школой, потому что за 11 лет уже стали семьёй, и сложно уходить дальше куда-то в другую жизнь. Мы очень любим свою школу. Мы очень любим друг друга, когда одноклассники. Мы хотим поблагодарить за все эти годы. Не зря говорится, школа как второй год. Одиннадцатиклассницы отказались от белых фартуков, но вплели в косы белые банты, как символ уходящего беззаботного детства. Звенит последний звонок. Выпускники уже не сдерживают слёз. Долгожданный для всех школьников праздник всегда с ноткой грусти. В этом году в четвёртой школе всего 26 выпускников. Ещё 150 покидают школьные стены с аттестатом об окончании девяти классов. Школа – это такой коллектив, который мы всегда будем вспоминать всю свою жизнь. Школа нас объединяет. Я вам желаю счастья. Никогда не вступайте, не сдавайтесь перед препятствиями. Мечтайте, терзайте. Вы всегда достигнете того, что вы желаете. За вами и будущее. Выпускники кружатся в прощальном школьном вальсе. Для них десятки пожеланий от учителей и родителей. Для преподавателей – море цветов. Учителя за 11 лет для выпускников стали больше, чем просто педагогами. Грусть немножечко, но грусть счастливая, потому что дети, как говорится, получили путёвку в жизнь. Сегодня последний звонок. И очень хочется верить, что правда у них всё будет хорошо. Самое главное, что они счастливы. И вот чтобы они сохранили это ощущение на всю жизнь. Сегодня последний звонок в Сочи прозвенел для 2200 выпускников. Позади у них большой пройденный этап. Впереди целая жизнь. Последний звонок дал старт новым испытаниям. Наступает пора ЕГЭ. Первые тесты по географии и литературе школьники напишут 27 мая. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.